Доброго вечера всем, кто на любимой волне и на телеканале ITV. Здесь с вами несравненная Айгуль Мирзоянова. Да, здравствуйте, дорогие друзья и диджей BM-радио Павел Стёбин. Махмуд, как всегда, если Павел Стёбин, Махмуд у нас где-то отдыхает. Хорошего ему отдыха. И это действительно совместный проект. По средам мы выходим на BM-радио и по пятницам мы выходим на ITV. И кроме того, вы можете видеть онлайн вещание прямо сейчас на сайте BM-радио. Ну а в пятницу, безусловно, на сайте ITV16.ru. Итак, его песня «Лютая» стала саундтреком к фильму «Балабанал. Война». Шесть песен его группы вошли в сериал «Дальнобойщики». Продюсер Тату обещал им стопроцентную раскрутку. Да кто только чего не обещал. Но чудо так и не произошло. Что же надо сделать, чтобы стать действительно мегапопулярным? Экс-директор группы «Волга-Волга», а ныне художественный руководитель ансамбля «Хитобои», музыкант и журналист Роман Кузнецов сегодня в форме свободной. В образе Ивана Демидова. В общем, очень сильно в образе. Это надо смотреть. Роман – это признанный шоумен. Давайте теперь послушаем, что он скажет, потому что сегодня очень серьезные вопросы. И Павел, и я Романа знаем, а хорошо. И Роман обещал нам быть абсолютно откровенным. Но прежде чем Роман начнет, мы сейчас будем говорить с ним. Я сообщу только, поскольку все-таки у нас спортивный телеканал. Да и Бимрадио волю судеб стал спортивной радиостанцией. Идет третья четверть. И Уникс обыгрывает турецкий Галатасарай. 34-33. Это отличная новость. Уникс, я надеюсь, победит. Тем более, что сейчас мы показываем эту игру в прямом эфире телеканала ITV. Пожалуйста, одним глазком можете поглядывать туда. Ну а кто не сдаст дневники до конца четверти, тот пойдет на каникулы, наверное. В мир нашей спортивности продвигаемся мы. Я напомню о том, что мы сегодня принимаем звоночки для Романа Кузнецова. 2-9-2-10-2-8. Звоните, спрашивайте то, что, возможно, никогда раньше не было возможности спросить или заинтересует вас по ходу программы. Да, ну и, конечно, в соцсетях. В соцсетях тоже мы принимаем вопросы. Много поступило уже вопросов. Но, пожалуйста, есть возможность. Я объявлю аккаунт в Твиттере ITV16SPORT. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Фейсбук, ВКонтакте молодцы, как всегда, очень активные. Итак, сегодня в гостях Роман Кузнецов, музыкант, журналист. Он был директором, арт-директором клубов Азия, Шершеляфам, если помните, были такие кентервильские привидения, Волга, Волга. Работал также, кстати говоря, на БИМ-радио в свое время, на радиостанции «Серебряный дождь». Это интересно, я почему-то не помню вот этого факта. Он написал саундтрек фильма «Война», «Лютая», снимался в фильме «Дальнобойщики». И создатель группы «Волга-Волга», соответственно, а ныне группа «Хитобои». И, кстати говоря, Роман многократно побеждал в конкурсах «Лучшие женихи Казани». И как пишет он сам, так и остался женихом. Девушки, звоните. Классный парень вообще, просто замечательный. Опасный опыт-то какой, опасный на самом деле. Все, дайте я уже что-нибудь скажу. Да ты сиди, молчи, слушай, сейчас все о тебе расскажем. Добрый вечер всем, да. Я вообще ехал на эфир в машине, включил БИМ-радио по привычке. Так. Уже от анонса меня слегка парализовало. А что такое? Все, что здесь говорится. Все, что будет сегодня говорить, это не правда, ты хочешь сказать? Ну, отчасти да, но ужасно приятно возвращаться вот в эту, на эту журналистскую тропу. Я давно уже этим не грешил. Последний год вообще как-то так закрылся от шоу-бизнеса. Но вот это чудесно. А ведь раньше как грешил вообще? Как грешил-то Роман? Грешил, грешил. Слушайте, дорогие друзья. Все, что вот это заанонсировано, надо делить честно на два. Разбирать подробно не хочется, да. Ой, ладно, слушай. Я могу, да, можно, как любой журналист, я могу соврать, что все это правда или все это не правда, и обосновать. Вы его не переговорим никогда. Да, да, да. Давайте фактами, кстати говоря. Веря, да, вспомнилось мне, что ведь Роман был журналистом такой очень известной газеты «Казанское время», которую, как мы знаем, закрыли. И вот, вы знаете, Роман писал такие статьи, например, он писал репортажи с какого-нибудь, ну, мероприятия официального по вручению журналистских наград. Открываем эту газету и видим заголовок «ПИРДУХА». Ребят, это было через, ну, понятно, что это два разных слова, но смысл был совершенно очевиден. Закрылась газета, хотя это происходило в демократические времена. Твои круг дела, да? Да, на самом деле я уже не помню, как все происходило на самом деле. До сих пор вот в шоке, под впечатлением вообще. Ну, тогда было весело. Вот от таких заголовков. Было весело, да. Да, да, да. Это было очень светлое время. Был такой раздел, назывался «Роман с Анной». Это была одногруппа Сани Веселова. Да, да, да. Я скажу, чья. И все было настолько весело, что мы позволяли себе то, что даже сейчас уже, казалось бы, в более демократическом обществе, наверное, ни одно печатное издание себе не позволяет. Поэтому мы как-то протоптали дорогу для желтой прессы, которая сегодня, в общем, бесплатна. Да вы эту дорогу тогда затоптали, господи. Не позволяет. Вот с тех пор никто себе ничего и не позволяет, слушайте. С тех пор трава нет. Да, да. Я предлагаю вернуться к самому главному вопросу. Что случилось с группой «Волга»? А это сегодня главная тема вечера? Нет, но тем не менее, да, да, да. Маленький первый столбик. Давайте проскользнем, это так. Не, 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 не. А, ну давайте, кстати. Да, да. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях Роман Кузнецов, музыкант, шоумен, журналист. И мы хотим сейчас задать вопрос, который он просил не задавать. Естественно, мы с него и начнем. А что случилось с группой «Волга»? «Волга»? Вы расстались? Но ведь это группа, на самом деле, имени себя. Получается, вы вообще, как получилось, что вы расстались? А «Волга» сейчас в свободном от меня плавании. То есть у них все хорошо. Мы так с Антоном общаемся, мы соседи, у нас коттеджи, стена к стене. Ну, сквозь зубы, что ли, вы общаетесь? Нет. Ну, как можно расстаться вообще? Ну, я не могу сказать, что мы на ножах расстались. Нет. Не на ножах все-таки, да? Нет, нет. Все мирно. Мирно, да. Обсудили ряд условий каких-то там и на этих условиях расстались. Так что никакой войны нет. Я создал группу «Хитобои». Почему минувший год у меня прошел как-то так затворнический? Потому что во мне открылся дар. Я стал писать. В этом году у меня, наверное, все-таки на следующем будет презентация, выходит сборник стихов. А в этом уже вышло два альбома. Мы сейчас готовим еще два. Ничего себе. За полтора года получается. Да, получается за полтора года. С ума сойти. Ну, все-таки немножко сковырну еще чуть-чуть. Давай, давай, ковырять. Давай. Вы устали друг от друга все-таки? Вот в чем была причина? Ну, существует такая усталость металла, видимо. В какой-то момент что-то дало трещину. Потом у меня накопилось много своего материала, который хотелось сделать немножко по-другому с другими музыкантами. Наверное, это какая-то там свежая кровь мне понадобилась, которую я сейчас захлеб пью из других людей. А ребята восстанавливаются. Например, певец Асайи на такие же вопросы говорит, что если в творчестве какой-то ступор, нужно менять музыкантов. Он это делает регулярно. По-моему, третий раз. Ну, в какой-то степени, наверное, это да. Но по своим брендам он это делает, да? По своим брендам. А тут меняется бренд полностью и раскручивается новый. У меня голова с собой как-то. Я думаю, проголосовали. Ну, Лан, деньги-то ты получил? Нет, отступные ты получил какие-нибудь? Ну, вот это же самое главное. Давай, конечно, озвучь сумму. Сколько стоит это в вашем шоу-бизнесе? Много миллионов это стоит. Вау! Что, серьезно? Серьезно? Вот чтобы оставить им бренд «Волга-Волга», да? Это стоит страшных денег. Я даю вообще до машины. Ну, а ты тебя с собой, что ли? Я что-то не пойму. Надо тебе улыбаться сегодня. Ты тоже не боишься? Ну, я должен не дойти до машины, судя по авторской задумке этой программы. Да именно я должен после следующего вопроса. Так, господа, новое сообщение. Уникс выигрывает у этого галата-сарая перед заключительной четвертой четвертью 47-42. Хорошие, позитивные новости. Спасибо тебе, Уникс. Оторвали ноздрю от ноздри. Ноздря в ноздрю. Мне постоянно сообщают. Но ты раскрутил этот бренд и его оставил. Я, конечно, не могу понять, где логика. Ну, понимаешь, в те времена это было гораздо проще, чем сейчас. Мы были молоды, я был активно действующий журналист, все мои друзья занимали какие-то посты. Ну, и раньше это не стоило денег. Можно было там прийти и сказать, Вася, помоги там. И никто никогда не отказывал. Сейчас, ну, может быть, чуть сложнее, но с тем творческим потенциалом, который в группе Хитобоя, я уверен, что на раскрутку, ну, уйдет года два, наверное. Слушай, это правда, что по тюрьмам раскручивали Волгу-Волгу? Да, Волгу. Вас никто не хотел слушать, только в тюрьмах говорили. Да пусть приезжают, нехай поют. Стартовали именно там. Потому что волей и судьбой какой-то период жизни я провел на улице Даурская. Всем привет. Это, наверное, имели с видом. А что это значит? Какое прозвище было у вас? А что это? Никакого, никакого. Это какие-то вот эти группировки? У всех был инсультик прозвищ. Нет, нет, приходил участковый и говорил, Роман, вы прекратите посещать эти собрания, иначе мне придется вас записать членом ОПГ. Я говорил, ну, а куда еще ходить-то? Здесь больше... Никакой культурной жизни. Нет, нет, там было весело. Как-то... Нет, членом ОПГ я не был, но поддерживаю до сих пор теплые отношения со всеми ребятами. Там интересный мир, впоследствии, я думаю, что даже можно будет книгу написать. И мы стали ездить... Вот сейчас ты точно до машины не дойдешь, слушай. Да, мы стали ездить... Про книги это лишнее сейчас. Книгу не надо. По тюрьмам мы выступали, допустим, в Пановке и привозили там... Для того, чтобы пропустили группу выступить, мы привозили туда там водку комсоставу, путан. Нас пропускали, отдавали на разграбление. Что, серьезно не было возможности выйти на нормальную сцену? Вас просто не знали, не хотели видеть и так далее? На чишки-садвара попросили, чтобы ребятам скучно не было. Ну, так, я уж все-таки хочу дойти туда же. Это происходило прямо в камере или в зале? Там есть залы, везде есть залы. Мы были практически во всех тюрьмах, на строгаче были. А каждый праздник 8 марта мы встречали в Козловке в женской тюрьме. И что, кстати говоря, что просили исполнить там чаще всего? Да, мы как-то репертуар, по-моему, сами составляли. Не шибко он отличается от нынешнего. То есть нетленки типа белых роз звучали. Во все времена... Слушайте, как я люблю белые розы в исполнении «Волги-Волги», в исполнении Романа Кузнецова. Ты помнишь на корпоративе, где мы, естественно, обратились к Роману, да? Корпоративу нашего заказчика. Это была одна из первых идей. Белые розы, это шикарно. И все получилось, слава Богу. Скажи, пожалуйста, а вот эта вот новая группа, да, хитобоя, ну, мне кажется, Паш, я не знаю, ты слышал или нет, да? Я знаком с творчеством. В принципе, там беспроигрышный вариант. Ну, то же самое, что «Волга-Волга», нет? Не совсем. А, первым, другой состав. Ну и что другой состав? Давайте я отвечу, да. Роман тоже все. Мы же с тобой сейчас обсудим, да? Да отдыхайте, Роман. Какие-то есть общие черты вот у первых альбомов. Сейчас это совершенно другое. Услышать нас можно на федеральных радиоканалах. Я не знаю, можно ли об этом говорить, но у нас вот, допустим, радиомаяк крутится регулярно. И в апреле у нас будет... Какую композицию? Не в тебя? Нет, там... Какую композицию крутит радиомаяк? Сейчас у нас там будет концерт двухчасовой в прямом эфире радиомаяк. Ух ты! Да. Ничего себе. У вас такое богатое творчество уже? У нас вообще... На два часа. Огромное, да. Там уже все обсудили, сценарий утвердили. Там прозвучит 11 песен в прямом эфире. Нас пригласил господин Чайка. И однозначно это будет очень круто. То есть есть там куча, там радио шансон крутит. Еще какие-то. Местные радиостанции что-то... Побаиваются все-таки. Не очень жалуют, да, но... А мы очень стеснительные. Мы как услышали, действительно, что... Да местные радиостанции... Местные радиостанции только не в тебя. Я вижу, у нас есть номер. Извините, у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Давайте наденем. Друзчики. Да, конечно. И что за вопрос? Вопрос у меня такой. Я видел нашего гостя Романа. Я являюсь студентом нашего казанского ула. И Роман выступал на спортивном мероприятии, которое проходил на Кузе. И тогда я тоже был на этом мероприятии. И он приезжал вместе со своей группой «Волга-Волга». И когда я увидел его, мне сразу понравился... Ну, его одежда, выбор. Одежда понравилась? Одежда. Неожиданно. Ну, смотри, меня и я без одежды. Мне думали, что ты из творчества все-таки понравилась. А вопрос какой у вас? Ну, какой все-таки вопрос у вас? Где он это все покупает? Такое то, что он сразу произвел у меня впечатление о творческой личности. И как-то он выделяет, что он скажет на это. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, да. Спасибо. Ну, давайте, отвечайте. Вопрос я как бы не понял. Ну, отвечайте. Увидели меня в одежде. Хорошо, что... Удивились. Да, да. Редкий случай. Ну, приятно, что люди запоминают. Одеваюсь я, как и все, в магазинах. Ну, вот эту пижаму мне сшила очаровательная дизайнер из Самары. А, это специально у вас? Это шитая вещь, да? Специально для вас, да? То есть я думала, что это все как-то... Нет, она просто пришла на концерт и сказала, а такая есть классная сорочка, не хочу стать ее счастливым владателем. Я сказал, что хочу. Понятно. Понятно. Что вообще дарит такая большая история вашей группы? Я уверен, что... Я просто зачастую становился свидетелем, как вот конкретно вас облепляли многочисленные... Поклонницы. Поклонницы, да. И все, что угодно были готовы сделать из благодарности. Какие оригинальные подарки были? Был такой период, это годы работы в Шершеляфаме. Мне вдруг начали дарить персидских котят. И причем это чаще всего происходило зимой. Я вот приносил их в варежках, вот эти комочки. И они у меня у сестры до сих пор, у мамы две кошки, у родственников. Ну, в общем, огромное количество было. Ну, как-то я начал говорить, не надо. Это же бизнес можно было на котятах-то сделать, как в те годы. Я себя мстикновал. Честно говоря. У меня у тети кошка разродилась просто. Пришлось идти на рынок. Ну, для меня, честно говоря, такое откровение, что ваша музыка совершенно такая, знаете, абсолютно негламурная. Негламурная уж это точно, да. Провоцирует а на кошек, б на то, чтобы женщины облепляли вас. Никак не думалось мне об этом. Вот, например. Да господа, сейчас наберите просто. Я не знаю. А может быть, дело не в музыке, действительно. Я не знаю, что приглашение на концерт. Тем не менее, я сегодня готовилась к программе. Дай посмотрю творчество-то. Какой вообще роман-то Кузнецова, которому знакомы сто лет. Открываю. Первый ролик, действительно, первый клип анимационный, очень интересный. Посмотрите, классно сделано. Рюмка водки на столе. Я так понимаю, что вы перепеваете популярные вещи. Там не перепевка, там текст заменен, а клип сделал хороший парень Макс из Ростова-на-Дону. Но тем не менее, вот этот тренд, он сохраняется. Мы сейчас слышали «Белые розы», «Хечет река Волга». Дело в том, что почему «Хитобоя» спрашивают? Почему «Хитобоя»? Ну, давайте, почему? Потому что, да, в стародавние времена люди били китов, а мы вот глумимся над хитами. То есть мы берем... А, вот в чем соль. И бьем по больным местам. То есть у нас там очень много песен, которые, взяв за основу, ну вот, ты знаешь хоть одну строчку из песни «Рюмка водки на столе», кроме припева? Паша, ты. У меня, бров, как бы, деформация. Вот я хочу сказать, что вы идите на улицу, и ни один человек не знает. То есть все знают только припев. Ну и что? И поэтому мы берем, полностью выбрасываем куплет, подменяем смысл. Все понятно. И оставляем... Поэтому такое странное ощущение было от этого клипа. Вроде как это о чем, ни о чем. Но «Рюмка водки на столе» примирила с вашим творчеством. Есть еще какие-то... Вот там, помните, была у Саши Айвазова там «А я в саду для Лили, Лили». Не помню, мы молодые, нам на 24 года. Мне 24 года. Он недавно спал в Казани. Там же тоже куплет никто не помнит. И мы переделали там «Я с детства был чудной, немножко». Родня смеялась, идиот. Любил бросать друзьям в окошко все, что под руку попадет. И потом уже начинается родной припев. Все, смысл напротив меняет. Почему вы делаете это? Это востребованное? Ну, петь в чистом виде перепевки, просто брать и перепевать, это кабак. Можно зайти в любой ресторан, сунуть и сказать «Айдак, это Владимирский Централ». И тебе его споют. Так. Петь только свои песни, тебя никто звать не будет. Скажешь, «Ой, они такие заумные, что-то там, это неинтересно». А потом для человека всегда необходим эффект узнаваемости. Вот я иду на концерт, условно говоря, горячо, но любимого Бориса Борисовича Гребенщикова. Но если он поет больше пяти новых песен к ряду, я начинаю перегружаться. То есть это тяжеловато. Но когда он вставляет какие-то. И поэтому люди хотят слышать знакомое. И тут мы как бы немножко хитрим. То есть они получают свою рюмку водки на столе, а мы при этом все в белом, и мы и не кабацкие. Вот она форма успеха. Да, вот в какой-то степени. И поэтому у нас вышло сейчас… Рома, не обидно, а что, слушай, ты же можешь действительно свои вещи создавать. Нет, нет, не обидно на радиомаях, на заводах. Мы ведь пробиться с авторскими песнями. С авторскими песнями. Вот я говорю, пробиться на федеральный рынок вы не сможете благодаря перепевкам, это совершенно точно. То есть у нас нет… Не благодаря перепевкам, ты же говоришь с авторами, благодаря авторским вещам. Перепевки никого не интересуют за стенами ресторана. То есть когда ты разговариваешь с какими-то серьезными продюсерами, они уже хотят смотреть твой материал. И поэтому у нас очень сильно авторский материал. Вышло два альбома, это значит «Только не в тебя», это авторский. В нем принимали участие. Конечно, авторский, я надеюсь. Что никакой там, у Саша Ивазов до этого все-таки не пел этот шедевр. Саша Ивазов, кстати, горит желанием спеть с нами один шедевр, и я думаю, что в скором времени мы его презентуем. Да-да-да, и еще? А второй называется «Плагиат». Вот, это правильно. Да, и там как раз вот эти рюмки вотки на столе и прочее. А сейчас еще два готовятся, и там один будет исключительно авторский, а второй тоже по теме вот таких глумлений над мировыми хитами в том числе.